МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Им небо служила палатка. Сегодня годовщина вывода советских войск из Афганистана. Пять лет ожидания строительной компании Грандстрой дали заключительный шанс на завершение работ. Лыжню Чувашия присоединилась к всероссийской зимней гонке. Глава Чувашии Олег Николаев встретился с председателем Президиума Ассоциации компании розничной торговли Сергеем Беляковым. В ходе совещания обсудили возможность вхождения чувашских производителей в ассортимент федеральных сетевых магазинов и другие вопросы. Сегодня на территории Республики работает 9 федеральных и региональных торговых сетей, 542 объекта торговли. Наибольший процент представленности местной продукции отмечен в товарной группе хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, кур. А местные овощи составляют менее 10%. Между тем, федеральные сети в прилавках своих магазинов должны создавать равные условия для производителей всех регионов. Я приезжаю из Москвы часто сюда, закажу в сетевые магазины, те, которые здесь присутствуют. Ищу чувашку продукцию исключительно. Я знаю бренды наши, которые меня устраивают, потому что мне интересно. Думаю, что многие гости, которые посещают чувашу, тоже хотят покупать продукцию национальную. Правительство Чуваши, в свою очередь, готово реагировать на запросы продавцов, создавать максимальные условия, чтобы необходимые изменения в пользу потребителей были сделаны. Мы уже несколько месяцев назад предложили реализовать принцип «магазин в магазине». Для этого мы сформируем прилавок производителей чувашской продукции. Это некий прилавок под условным названием, который, с одной стороны, максимально широко передает традиции чувашской кухни и культуры, соответственно, экологически чистая. Но при этом она будет сформирована как единый лод. В Чувашии готовы выделить соответствующего оператора, который будет обеспечивать взаимодействие со структурами аккорд и координировать оборот местной продукции. В течение короткого времени результат такого диалога будет положен на бумагу, имея в виду, как уже реакция сетей на ситуацию в республике, что можно сделать для удовлетворения запросов от локального производителя. Екатерина Шиверова, Андрей Шоклев, Республика. Спасаться или бьют тревогу в республике увеличилось количество бытовых пожаров и случаев переохлаждения. В этом году в Чувашии зарегистрировано 122 пожара. Это на 16% больше, чем в предыдущем. Погибло при этом 20 человек. 10 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Основные причины пожаров на территории Чувашии вперед с 1 октября по настоящее время. Первое – это неосторожное обращение с огнем. 161 случай в прошлом году было, 145 в текущем. Неосторожное обращение с огнем при курении непосредственно. Практически стабильность сохраняется. Чуть-чуть есть снижение, конечно, но тем не менее очень большой процент. Детская шалость тоже зарегистрирована в текущем году. Это три случая было. Следующая основная причина – это несоблюдение правил пожарной безопасности, нарушение правил устройства и технической эксплуатации электрооборудования. Увеличились и случаи переохлаждения людей. С начала зимы по этой причине погибло более 100 человек. Глава республики Олег Николаев поручил членам правительства и муниципальных глав еще раз прианализировать причины, которые привели к этим происшествиям, и принять действенные меры профилактики. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Республика. В 2021 году в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональных законодательных собраний, глав регионов. Основная задача избирательных комиссий – провести выборы без нареканий, чтобы результат признали легитимным. Сегодня в Чебоксарах создали штаб общественного наблюдения. Он призван обеспечить независимый общественный контроль на избирательных участках. Основная задача штаба – подготовка и координация работы общественных наблюдателей, сбор и распространение информации о ходе голосования, организация независимого наблюдения на участках. Главная задача – исключить возможные искажения результатов выборов. Независимое наблюдение – это основа легитимности избирательной компании и ее результатов. Чем больше наблюдателей от разных организаций примут участие в наблюдениях за ходом голосования, тем меньше возможности подвергнуть результаты выборов сомнений. В Чувашии есть опыт деятельности штаба общественного наблюдения на выборах главы республики в сентябре 2020 года. Он работал в нескольких направлениях – мониторинговой информационной группой, юридическое сопровождение. Более двух тысяч наблюдателей следили за процессом голосования. В состав нового штаба также вошли члены общественной палаты, представители гражданского общества и масс-медиа, юристы. Руководителем штаба избрали известного журналиста Александра Белова. Создаются мобильные группы, которые будут действовать во всех муниципалитетах республики. И вы видите, я сам это вот сегодня впервые услышал на заседании, что вводится норматив реагирования на сигналы не более часа. В течение часа должны будут приняты меры по каждому из сигналов. В этом году выборы также будут растянуты по времени. К сентябрю почти треть участков Чувашии оснастят видеокамерами. Средства поступят из федерального бюджета. Еще один залог легитимности избирательной кампании – организация института наблюдения за выборами. Сейчас уже началась работа по приему заявок от всех, кто готов стать наблюдателем. Общественная палата Чувашия организует их обучение. Через месяц в каждом муниципалитете будут созданы территориальные штабы. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Компания «Грандстрой», которая более пяти лет занимается строительством жилищного комплекса «Алые паруса», в очередной раз сорвала срок сдачи дома. Покупатели квартир уже потеряли всякую надежду справить новоселье. На встрече с «Минстроем» их волновали два вопроса – когда они получат заветные ключи от квартир и какое наказание ждет нерадивого застройщика. Своя парковая зона, пляж и лодочная станция. Экологически чистый район на берегу Волги. Так описывали представители компании «Грандстрой» покупателям их новое жилье. Но то, что дольщики видят сегодня, не имеет ничего общего с обещаниями. Дом по улице энергетиков 6 Чебоксарова должны были сдать еще в 2018 году. Но срок постоянно отодвигается. У вас срок строительства дома 3,5 года. Вы уже сегодня строите 5,5 лет этот дом. Уже третий, по-моему, график на моей памяти, который не соблюдается. Вот чего нам ждать. Последняя встреча в таком же составе прошла в конце ноября прошлого года. В результате был подписан договор, где указано, что владельцы квартир смогут заселиться в новостройку в феврале 2021 года. Но сроки опять были нарушены. Дом не сдан. Аркадий Самсонов – один из тех, кто на встречу застройщикам приходит регулярно. Но результата пока нет, отмечает он. Мне 80 лет. Я уже 5 лет жду эту квартиру. Заплатил я свою квартиру на личные деньги, которые я собрал все, почти, можно сказать, всю жизнь. И хотел на старший лет пожить. Но чуть-чуть проиграл. Думал, что получу. Стройка очень идет плохо. Строителей нет. Никто не строит. Здесь придешь один-два человека. И все. Поэтому затянул строительство. Застройщик такой попался. Куда я попался. Сегодня готовность объекта к сдаче 98%. В настоящее время проводится остекление лоджий, установка вентиляционного оборудования, лифтовых входов и пуска наладочной работы. В принципе, сейчас идет установка радиаторов. На сегодняшний день до 8 этажа установили, на 25 этаже установили. Я думаю, что полторы-две недели и установка радиаторов закончится. ИТП сегодня привезут на объекте в индивидуальный пункт учета тепла. Минстрой Чуваши совместно с прокуратурой требует до конца марта завершить все строительные работы на объекте. А до конца мая – благоустройство. Сегодня мы не увидели вместе с вами, да, то, что договаривались увидеть. В связи с этим мы, как орган контролирующийся, крайне недовольны тем, что сегодня на объекте происходит. И считаем, что вот этот срок, который вы обозначили в дорожной карте, он последний для вас. Если вы его не исполняете, мы будем уже другие меры принимать. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. На дорогах Чувашии все чаще можно встретить нелегальных перевозчиков. Очередной рейд прошел в Чебоксарском районе. Водители без лицензии не только перевозят пассажиров легковым автотранспортом. Случается, что они садятся за руль маршрутных такси и автобусов. Между тем, от незаконной предпринимательской деятельности страдает не только экономика региона. Самое главное – опасности подвергаются пассажиры. В 2020 году на территории Чувашской республики с участием автобуса произошло 92 происшествия. В этих происшествиях погибло 6 человек. 191 человек получили телесные повреждения. Подобные рейды проходят в республике регулярно. И регулярно же происходят одни и те же случаи. Вы в данный момент пассажиров везете кого-нибудь? Нет. Пассажиров не везете, да? Нет пассажиров? Нет. Подкрыть, пожалуйста, в салонах. Сестра? Да. Здравствуйте, девушка, добрый день. Старший инспектор дорожной патронной службы, старший лейтенант полиции Данилов. Спецспециализированный батальон. Вы в данной машине находитесь в качестве такси вызвали данное транспортное средство? Да. В качестве такси вызвали, да? Понятно. Задержанный уверяет, не знал о том, что нужно регистрироваться в качестве таксиста. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Протокол на нарушителя составили, дело будет передано в суд. К сожалению, этот случай далеко не единственный. На сегодня в Чувашии законно работают лишь 20% таксистов. Подавляющее большинство не хочет платить налоги и проходить различные комиссии. Для получения разрешения человек должен быть или индивидуальным предпринимателем, или юридическим лицом. Человек, который получает разрешение, будет обязан ввести и путевую документацию, проходить технический осмотр, медицинский контроль и утром, и вечером. Вот это, наверное, задерживающий фактор и дополнительные налогоочисления в бюджет. Нелегального водителя можно встретить даже в крупной компании перевозок. Многие люди заключают теневые договоры, однако обезопасить себя можно. Каждый пассажир имеет право потребовать у перевозчика лицензию и только после этого отправиться с ним в поездку. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии успешно действует Институт общественных советов при каждом министерстве и ведомстве. Такая форма сотрудничества власти и общества позволяет более эффективно решать задачи в каждой отрасли и поддерживать обратную связь с жителями республики. Общественный совет Минобразования провел первое в этом году заседание, чтобы обсудить планы. В составе общественного совета Министерства образования произошли изменения. Его возглавила Анна Заварзаева, председатель Чувашской региональной общественной организации Российского союза молодежи. Заместителем председателя избран Альберт Камахидзе, руководитель родительского экспертно-консультационного совета города Чебоксары. Секретарем назначена Галина Александрова, председатель совета молодых ученых и специалистов. Таким образом представлены все стороны образовательного процесса. И молодежь, и родительское сообщество, и высшая школа, и дополнительное образование. В числе задач на текущий год проект, посвященный памяти земляков, строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Надеемся, у нас получится такой летний образовательный, молодежный, творческий и трудовой форум, лагерь. То есть мы сейчас будем обсуждать, создаваться рабочая группа, которая позволит нам реализовать это. Что это даст? Даст прежде всего вовлечение молодежи в память, в историю нашего края, нашей республики. Проектную деятельность в сфере образования обсудили в столичном кванториуме. В технопарке прошел очно-дистанционный круглый стол развития экосистемы проектной деятельности в образовании. Вначале нужно включить электроустановку. Вот лампочка загорелась, потому что она работает. Далее нужно проверить светодиоды, их исправность. Вот, светодиоды загораются. И далее мы можем выставить несколько ступеней защиты. То есть реализованные три ступени защиты. Можно их все включить. Управлять всей системой VR, то есть виртуальной реальности, можно через такие джойстики. Детское увлечение виртуальными играми вылилось во вполне серьезный проект. Студенты Чебоксарского филиала Московского политеха Данил Бельбенцев и Дмитрий Вазанов создали систему безопасности, призванную защитить данные крупных предприятий. В прошлом году с этим проектом ребята выиграли грант в 500 тысяч рублей во всероссийском конкурсе «Умник». Таким образом, образовательные учреждения республики готовят кадровый резерв. Особое внимание – формирование цепочки профессионального роста. Школа, дополнительное образование, профессиональное образование, предприятие и взаимодействие ее звеньев. Есть компании, которые готовы в это вкладываться. Как помочь студентам получить грант? Для того, чтобы им успешно получить грант, естественно, им нужно правильно все оформить, правильно поставить свои цели. Студенты получали от нас компетенции, некоторое наставничество. Мы же получали их проект, который тестировали. В дальнейшем мы рассматриваем вопрос создания учебных центров, учебных комбинатов на базе образовательных учреждений, которые будут вовлекать в процесс образования с помощью наших VR-платформ не только студентов, но и сотрудников эксплуатирующих компаний по всей России. О том, что необходимо продвигать инициативную и талантливую молодежь, создавать платформы для их развития, говорил и руководитель региона в своем послании Госсовету Республики. Сегодня это совместная работа всех заинтересованных сторон. Основной задачей поставили этого круглого стола – разработка совместных направлений деятельности по вовлечению более широкого круга молодых людей в проектную деятельность, чтобы они не просто смотрели ролики на YouTube, занимались непонятно чем, а чтобы они свою энергию направили в интересное русло, в креативное. И результатом этой работы может стать их будущая профессия. То есть они себя попробовали здесь, там, они определили, что им нравится. И потом они гораздо эффективнее могут реализовать себя в будущем, могут стать хорошими специалистами, и даже здесь чуваши получать достойную оплату труда. И нам очень нужны хорошие специалисты. В ходе разговора участники поделились опытом успешной проектной деятельности в своих образовательных учреждениях. Так представители Московского государственного областного университета и фонда «Сколково» рассказали о наставничестве над школьными и студенческими проектами, а также организации образовательной экосистемы. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Сергей Копеев, «Республика». В «Республике» продолжаются мероприятия по регулированию численности дикого кабана. По данным зимнего маршрутного учета, в прошлом году насчитывалось 1077 особей. На данный момент отмечены снижения на 26,6%. Снижение численности кабана происходит в результате осуществления спортивной и любительской охоты, осуществления охоты в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов, а также по иным причинам, к которым относится гибель от ДТП, от АЧС, от незаконной охоты и по иным неустановленным причинам. Всего охот пользователям «Республики» выдали более 500 бланков разрешений на добычу кабана. По состоянию на 1 февраля добыто 230 особей. Для того, чтобы снизить миграцию диких животных, в границах закрепленных охотничьих угодий регулярно проводится подкормка. Сегодня в России отмечают 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Военный конфликт между правительством республики при поддержке ограниченного контингента наших войск с одной страны и афганских маджахетов с другой длился 10 лет. В числе воинов-интернационалистов было немало уроженцев Чувашии. Сегодня они собрались в мемориальном комплексе «Победа» вспомнить погибших товарищей. «Нет больше любви, а еще кто положит душу свою за други свои», говорится в Евангелии. Матераны-афганцы знают об этом так же хорошо, как и участники любой другой войны, где бы и когда бы она ни происходила. Кто-то помнит, как друг прикрыл его собой, кто-то видел, как товарищ вызвал огонь на себя, давая остальным возможность спастись. Полковник Александр Осипов в Афганистан попал взрослым человеком, кадровым военным. Ему было в то время 28 лет. Поэтому и опасность осознавал отчетливее, чем молодежь, и ответственность за них чувствовал острее. «Все вспоминается, буквально все. И природа, и пейзаж. Ну, конечно, ребята вспоминаются и живые, и погибшие. И, знаете, вспоминается обстановка, какая была там внутри коллектива. Это дружба, сплоченность, доверие друг к другу. Знаете, вот не зря же говорят, что человек познается в беде, так же, как и там, в бою познается человек. На что он способен, что он может сделать, что там можно ждать. Вот, ребята, действительно, это, ну, несравнимо, как взаимоотношение в Союзе». Александр Павлович по сей день уверен, присутствие ограниченного контингента советских войск в Афганистане в те годы было необходимо. Ситуация в этой стране и вокруг нее реально угрожала безопасности СССР. На память о тех событиях осталось чувство выполненного долга и пачки писем, которые, словно молитвы, сберегли его в Черных горах, в Кендукше, в Хосте, в Кабуле. «Минемо два письма приходило в день. Писала супруга, мама писала, папа и, конечно, сын мой с этими сольскими пальцами возрастными, его рисунки. Вот это помогало и вселяло уверенность». Прошло 32 года. Полковник Осипов успел послужить в Забайкале, отучиться в Москве. Много лет был заместителем военкома республики. Но каждый год он и его товарищи 15 февраля собираются у памятника воинам-афганцам, чтобы упомянуть павших и обнять живых, разделивших с ними боевую юность. Памятный знак, посвященный тем, кто исполнял воинский долг за пределами родной страны, сегодня открыли на территории столичной школы номер 22. Это легендарный Ми-8. На нем летал герой России генерал-лейтенант Николай Гаврилов. Напомним, с декабря 2019 года 22-я школа носит его имя. Сегодня в нашей стране отмечается 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. А здесь, в школе номер 22, мы открываем музей под открытым небом. Афганская война была долгой. И ее по-другому поистине называют вертолетной войной. Вертолеты армейской авиации, других силовых структур играли очень важную роль в этой войне по защите интересов нашего Отечества с южной стороны. Кадетские классы этой школы теперь переориентируют на авиационное направление, чтобы более углубленно изучать технические дисциплины. Кроме того, в ближайшей перспективе планируют заключить договор о сотрудничестве между школой и военными авиационными училищами. Тогда выпускники 11-х классов смогут поступать в военные заведения страны. Дорожить теми ценностями и святынями, которые мы имеем, которыми обладаем, это очень важно и необходимо для того, чтобы из поколения в поколение передавалась и гордость, и слава тех побед, которые были неоднократно в нашей жизни. А самое главное, чтобы крепко развивалась, укоренялась любовь к родине. Таким образом, в целом, мы будем способны строить страну крепкую, сильную, способную противостоять любым вызовам. Этот памятник станет интерактивной площадкой, наглядным учебным пособием, где кадеты смогут изучать азы вертолетного дела. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн. Республика. В честь столетия со дня рождения известной чувашской актрисы, режиссера и педагога Зои Ердыковой в Чувашском тюдзе состоялся театрализованный концерт. Друзья, коллеги и ученики хранят добрую память о своем учителе. Благодаря традициям, заложенным Зою Ердыковой, Чувашский театр юного зрителя представляет собой современный двуязычный храм культуры с богатым и разнообразным репертуаром. Зоя Дмитриевна четверть века возглавляла театр в качестве главного режиссера и директора. Для молодых людей она открыла студию, где учила их профессиональному мастерству. Среди ее учеников немало талантов, которые стали признанными мастерами сцены. Известного театрального деятеля не стало 19 августа 2005 года, но она всегда осталась в сердцах почитателей ее творчества. От Дагестана до Ямала Ненецкого автономного округа. Уже на протяжении трех десятков лет массовый зимний марафон «Лыжня России» объединяет тысячи любителей спорта в разных уголках нашей страны. Одно из самых массовых состязаний охватило в этом году 72 региона, и Чувашия в их числе. До свидания. И, конечно же, это праздники для профессионалов, для спортсменов, лыжников, для того, чтобы в очередной раз испытать себя. Почти 35 тысяч жителей республики стали участниками «Лыжни России». В этом году забеги поделены на шесть возрастных групп. Поменялся и сам формат. В стартах могли принять участие только предварительно зарегистрировавшиеся жители Чувашии. Возрастные ограничения до 65 лет. Ограничение было по приказу Роспотребнадзора 65 лет и старше, не допускать. Мы придерживаемся и просто не допустили ее. Хотя были некоторые недоразумения именно среди ветеранов. Хотели участвовать, но мы заботимся о здоровье наших граждан. Николай Григорьев сразу обратил на себя внимание нашей съемочной группы. В футболке и шортах зимой оказалась Николай Морж. У кого-то старты не задались с самого начала. Что с фингалом? За лыжи дрался, что ли? Нет, за лыжи не дрался. За девочку дрался. Что устал? Да. Сколько проехал? Пять километров. Что было сложного в гонке, расскажи? Гнаться за другими. Зачем за ними гнаться? Что, выиграть? Получилось выиграть? Нет. Было очень скользко, и у меня нога все время слетала. Вот поэтому я упадала. Первый раз участвовала, замучилась, но все равно второй раз приду. Одной из самых маленьких участниц стала Катя Трофимова. Ей 7 лет, участвует в гонке уже второй раз. Тебе понравилось? Да. Когда я там с маленькой горочкой была, помельче горочка была, там очень круто было ехать. Победителей лыжной гонки наградили медалями, дипломами и кубками, но главным подарком стало хорошее настроение и заряд бодрости. Да, давай! Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Это были главные новости понедельника, 15 февраля. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!